Добрый день всем. Хочу поздравить Егора Николаевича Яковлева с тем, что он теперь сошел с корабля буквально на бал и ходит пешком, водит экскурсии. Спасибо, Павлик. Видите, как полезно вдохновлять людей на то, чтобы ходить пешком. Твоя роль в этом, несомненно. Я просто предлагаю, что... Егор Николаевич, ты можешь просто взять стул, прийти на дворцовую площадь, сесть. И тебя заберут через 30. И вокруг легко тебя соберется. Там 30 человек. И ты просто можешь сидеть и рассказывать. Тебя будут внимательно слушать. Но сегодня мы поговорим о другом. В принципе, ты этой темы уже касался. Я этой темы не касался практически. Но время настало. Тем более, что я опять-таки съездил в Париж. Очередной раз вспомнил про судьбу муравьевого апостола, который русский язык начал учить... Я не помню во сколько лет. То ли в 9, то ли в 11. Как у любого нормального мальчика из дворянской среды. У него первый язык был французский. В общем, говорить мы будем сегодня о декабристах. В разрезе понятно, какого медийного продукта. Но даже не столько о нем, сколько вообще в принципе о том, о чем бы их надо знать рядовому потребителю информации. Ну, речь идет в первую очередь о том, что вышел фильм «Союз спасения», фильм Андрея Кравчука. Уже очень многие историки высказались по поводу этой картины. Я записал небольшой ролик с названием «Союз спасения от чего?», поскольку главная претензия к фильму, который лежит на поверхности, которую предъявили даже не профессионалы, заключалась в том, что «Союз спасения» к ранней преддекабристской организации к 14 декабря 1825 года уже давно не существовало. То есть, «Союз спасения» – это одна из первых декабристских организаций, одно из первых тайных обществ, которые к этому моменту были давно уже ликвидированы. И почему этот фильм так называется – было непонятно. Возможно, я предположил, что название «Союз спасения» надо воспринимать как метафора. Ну да, спасение от чего? Люди, которые вышли на Сенатскую площадь и подняли впоследствии восстание Черниговского полка, пытались спасти Россию. Вот вопрос – от чего? От чего спасти Россию нам в фильме не показали. А вдруг они пытались спасти себя? Ну а чего им было себя спасать? У них, в принципе, в общем, от Салам было всё неплохо. От душевных мук. Ну, это такое… в общем, такие трактовки тоже есть. Вот я недавно слышал удивительные вообще трактовки восстания декабристов. Например, декабристы хотели освободить крестьян без земли, потому что они были в долгах, а им приходилось тратить деньги на содержание крестьянства крепостного, и вот чтобы сбросить с себя вот эти траты, они организовали в основании декабристов. А землю себе оставить. Да, землю себе оставить. Ну, каких только, так сказать, вот таких изозрённых трактовок я не слышал, но, в общем, большая часть декабристов вообще крепостных не имела, мы этого вопроса покоснёмся. Там были крупные владельцы душ, такие как князь Трубецко или князь Волконский, но значительная часть декабристов вообще не имела ни крепостных, ни поместья. Отсюда, кстати, ещё одна трактовка событий, что как раз вот эта вот часть… Хотела приобрести, да? …карьерный рост себе хотел устроить. Ну, понятно. Ну, я бы хотел сказать про несколько моментов. В первую очередь, с художественной стороны, у меня сложилось впечатление, что этот фильм, этот сценарий, точнее, претерпел серьёзные переделки в процессе создания, и для меня видно, что это вот было так. Почему я так думаю? Потому что разные части сценария слабо стыкуются между собой. В начале фильма мы видим эпизод из детства Сергея Муравьёва Апостола, его обучение ребёнком в пансионе Хиггса в Париже, куда приезжает с визитом император Наполеон Бонапарт, и происходит известная сцена, где Бонапарт говорит о том, что «как этот мальчик похож на меня, кто бы сказал, что это не мой сын». Вот, помимо этого происходит диалог между ребёнком Муравьёвым Апостолом и императором, и Муравьёв Апостол произносит такую программную, я бы сказал, фразу, он говорит «древние считали, что если хотя бы один человек из народа осознал себя свободным, то этот народ велик». И эту фразу можно воспринимать как некую экспозицию, которая задаёт тон всему последующему повествованию, т.е. Муравьёв Апостол – это человек, который стремится осознать себя свободным и, видимо, принести свободу своему народу. Вот так это, наверное, стоило понимать. Во всяком случае, это очень яркая фраза, которая цепляется за твоё сознание, и которая не оставляет тебя впоследствии на протяжении всего фильма. Ты всё время ждёшь, каким образом этот тезис, заявленный в самом начале, будет, получит развитие в дальнейшем. Проблема фильма заключается в том, что этот тезис развития практически не получает, потому что, как мы уже сказали, за какую такую свободу сражается Муравьёв Апостол, нам решительно не объясняют. Если верите Дельману, мама сказала им о том, что в России есть рабы, когда они пересекали границу с Россией, т.е. они возвращались на родину, и тут она им вдруг выдаёт такую фразу, и у детей как бы шок, и вообще всё в голове переворачивается, потому что они жили во Франции, там Эгалите и Бехте, и всё такое прочее. Кстати, это хороший повод порекомендовать нашим зрителям произведение Дельмана «Апостол Сергей», посвящённое Сергею Муравьёву Апостолу. Это очень хорошая книга, в своё время на меня произвела довольно сильное впечатление. Вот. И вот одно замечание по поводу экспозиции я сделал, и второе замечание по поводу выбора главного героя. Мне он кажется очень неудачным. Не потому, что мне не нравится Сергей Муравьёв Апостол, как раз мне он очень нравится. Это очень привлекательный персонаж, благородный, честный, искренний человек, о котором Лев Толстун не случайно сказал, что это лучший человек своего и любого времени. Один из немногих. И проблема с Муравьёвым Апостолом не в том, что он плох или неинтересен, или не фактурен. Проблема с Муравьёвым Апостолом исключительно одна для фильма про восстание декабристов. Его не было на сенатской. Потому что декабристы для основной массы зрителей – это в первую очередь всё-таки те, кто принимал участие непосредственно в выступлении 14 декабря 1825 года. И надо сказать, что это событие просто очень фактурное. Оно драматичное. Там есть противостояние, там есть созданные историей, трагические повороты сюжета. Вывод войск, убийство Милорадовича, расстрел из пушек и так далее. Там есть даже массовка зрителей, которые наблюдали за этим как за футбольным матчем, по сути. Ну да, многие из них погибли, кстати. Потому что основные жертвы, если кто не знает, то основные жертвы во время 14 декабря 1825 года – это жертвы из простонародья. Так вот, это событие очень фактурно и интересно для экранизации. И в фильме «Союз спасения» оно тоже выступает ядром, центром сюжета. Ему посвящено очень много экранного времени. Оно самое красивое, самое динамичное, наполненное саспенсом и так далее. Проблема в том, что главный герой в это время находится на Украине и, в общем, не принимает никакого участия в центральном событии сюжете. Вот это очень, на мой взгляд, неудачное художественное решение. Как с этим можно было бы разобраться? Например, два героя, два друга – так можно было поступить, потому что близким другом «Муравьё-апостола» был Сергей Трубецкой, одна из ключевых фигур. Несостоявшийся диктатор. Несостоявшийся диктатор, одна из ключевых фигур 14 декабря 1825 года. Вот если бы было два главных героя мужчины, через их отношения можно было бы. Но Сергей Трубецкой находится всё-таки на втором плане. Нам в экспозиции его никак не показывают. В общем, его судьба иначе складывается. Можно было бы снять фильм просто про Сергея Муравьёва-апостола. Это было бы, наверное, очень интересно. Но тогда пришлось бы события на Сенатской на второй план отвести. А можно было снять события на Сенатской, но тогда это не Муравьёв-апостол, тогда это Трубецкой, Ирлеев. Трубецкой, Ирлеев как раз можно было бы взять. А Боленский – тоже очень такая яркая, трагически интересная фигура. Можно было вообще пойти очень интересным путём. Можно было бы сделать Милорадовича. Ну, это тогда фильм не про декабристов. Милорадовича можно было сделать. И, кстати, я забегаю вперёд, скажу, что мне понравился Милорадович в фильме. Очень много критикуют Александра Домогарова за то, что он не так выглядит, у него проблемы с весом и т.д., но мне кажется, что по-актёрски он отыграл очень здорово и точно. Вот в фильме «Звезда пленительного счастья» – мне очень нравится этот советский фильм – Милорадович показан коротко, вот этот сам эпизод с Милорадовичем показан коротко и всё-таки в некоторой степени карикатурно, на мой взгляд. То есть из фильма «Звезда пленительного счастья» непонятно, почему убивают Милорадовича. Милорадовича убивают, потому что он практически овладел солдатами, он практически овладел их вниманием, практически подчинил их своей могучей воле. Именно поэтому его убивают. Вот в «Звезде пленительного счастья» этого нет. Ну, понятно, по каким причинам, на самом деле. Да, это фильм «Звезда пленительного счастья» наполнен массой достоинств, но вот это, на мой взгляд, с исторической точки зрения недостаток. А здесь как раз эпизод с Милорадовичем, он тоже не полностью удостоверен, потому что речь Милорадовича там переложена неверно, показана в фильме, ну, не совсем точно. Но всё-таки сам образ и его мотивация, как мне кажется, она хороша, и по Александру Домогарову видно, что он понимает, что он играет. Он понимает характер персонажа, может быть, что-то почитал про это. В общем, мне понравилось. Но повторюсь, что если снимать про Милорадовича, то это уже не фильм про декабристов. Это совсем другое кино, другая заложена трагедия в этом. Ну, вообще, конфликт... Ну, какой бы был просто интересный поворот, на самом деле. Ну, потому что, когда ты смотришь фильм про декабристов, ты всё-таки понимаешь и ожидаешь, что к чему. А Милорадович, во-первых, мало того, что менее известная всё-таки персона для простого обывателя. Это так. А во-вторых, он очень как раз яркий представитель того времени. Он постоянно транжирил деньги, причём тратил их не всегда на какие-то развлечения. Выплачивал солдатам и прочее. Долги закрывал и так далее. Папенька его чуть ли не по филейной части стягал в имении, когда узнал про его прохождение. И он прошёл все битвы под ним... То есть, он не был, по-моему, не разранен же. И здесь вот погиб... Да. Человек отчаянной храбрости. Любимица и ученик Суворова. Который действительно прошёл все битвы, начиная с этих ранних... Последних походах Суворова в Италию и Швейцарию. И потом все наполеоновские войны. Любимый солдатами и, конечно, способный вести порядок и властвовать над солдатскими умами. В общем, вот этот эпизод в Союзе спасения мне как раз очень понравился. Вообще вся линия с Милорадовичем и то, как он... А можно мне вопрос от меня? Я точно не в курсе, это правда, что на Телешовый поехал на площадь? Да. Да, это правда. Но по поводу Сергея Муравьёвым апостолом как главным героем получилось, на мой взгляд, неудачно. Потому, что мы теряем главного героя из виду, он не принимает участия в основных событиях и оказывается потеря. Но теперь по поводу того, что само декабрическое восстание в данном случае выглядит каким-то... Выглядит какой-то такой авантюрой. Точнее, не декабрическое восстание, а декабрическое движение выглядит авантюрой. Об этом хотелось бы сказать пару слов, потому что мы видим Александра Первого в исполнении хорошего артиста Кищенко, который такой усталый монарх, много трудился, много работал, пытался что-то сделать для народа, но вот быстро не получается и так далее. И это всё, что мы узнаём об Александре Первом. В реальности же деятельность тайных обществ стимулировалась очень серьёзно тем переворотом, который произошёл в умонастроениях Александра после наполеоновских войн. Дело в том, что этот поворот был очень заметен. Проблема заключалась в том, что Александр в первую половину своего царствования, которую Пушкин не без оснований назвал дней Александрова в прекрасное начало, дал обществу, передовому обществу, прогрессивному обществу очень много авансов, очень много обещаний. И это были в первую очередь обещания создания представительного органа при императоре, создания, по сути, русского парламента. И второе – это были, конечно, подступы к отмене крепостного права. И вообще программа реформ, которая была у ближайшего сподвижника Александра Первого Михаила Спиранского, она предполагала буржуазное обновление России, создание, например, состязательного суда, т.е. того, что будет создано только в великие реформы Александра Второго, расширение гласности и т.д. Военную реформу, потому что армия Александра Первого – это армия рекрутская, где солдаты, это крестьяне служат 25 лет, т.е. практически всю свою молодую жизнь тратят на военную службу. И все эти порядки, особенно, конечно, крепостное право, они к концу наполеоновских войн выглядели анахронизмом в том виде, в каком они существовали в России. Потому что не случайно крепостное право, если подходить буквоецки, это не совсем рабство, но в сознании современников это было, конечно, рабство. И слово «раб» пронизывает русскую литературу, в первую очередь, Пушкина. Если вы вспомните, например, Евгения Онегина, Онегин приезжает в свои деревни, оставшиеся ему от дяди, и заменяет… Пушкин описывает, что он делает, он оброком легким заменил барщину, и дальше Пушкин пишет «и раб судьбу благословил». Ну, не случайно и у Пушкина же отношение потом поменялось к Александру Первому, пляшевый щегуль, враг труда. У Пушкина оно, в принципе, не менялось. Ну, как поменялось? Он уже для юношей, оно, скажем так, наоборот, не менялось к Александру Первому, потому что он как раз, его пора взросления пришлась на те годы, когда с Александром и произошёл этот переворот. На постнаполеонский. Да, на постнаполеонский. А Пушкин был как раз человеком этой эпохи, это была эпоха романтизма, а ключ к ядром эпохи романтизма была идея тиранобучества. Вот это очень важный момент, кстати, для понимания принципа историзма. То есть, принцип историзма гласит, что невозможно предшествующие эпохи оценивать по меркам эпохи сегодняшней. И, например, фигура, которая сегодня является положительной, обладает положительной маркировкой, вызывает положительные коннотации, совсем не обязательно воспринималась положительной в XIX веке. Если мы возьмём, например, Юлий Цезарь, если мы подойдём к человеку на улице и спросим, кто такой Юлий Цезарь и как вы его оцените положительно или отрицательно, то я думаю, что сегодня большая часть людей наших соотечественников оценит Цезаря с положительной стороны. Но для людей круга декабристов Цезарь был тиран, потому что он узурпировал власть и растоптал римские вольности в сознании тех людей, в сознании вот этого романтического мифа. И героем для декабристов был не Цезарь, героем для декабристов был Брут. На имя Брут они решительно отзывались. И когда Пушкин описывает Якушкина, который молча обнажал цареубийственный кинжал в X главе Евгения Онегина, декабриста, который был готов убить Александра Первого, конечно, здесь есть определённая отсылка к образу Брута, потому что Брут – это была ролевая модель для всех борцов с тиранами. Извините, я вернулся как раз из Франции. Папа Гюго взял себе псевдоним Бретюс. То есть, это было очень модно тогда брать имена такие, и Брут даже в революционной Франции – это было крайне популярно. Да, совершенно верно. То есть, вот идея борьбы с тиранами захватывала всю передовую мысль. И Александр Первый тиранам казался тем больше, что он изменил. Отступил. Изменил, да. Не просто отступил, а он изменил, предал. Он ушёл от либерального духа начала своего царствования и ударился в откровенную тиранию с их точки зрения, с точки зрения вот этого прогрессивного дворянства, авангарда дворянства. И это отступление было очень заметно. Дело в том, что вроде бы после окончания наполеоновских войн Александр продолжает посылать эти сигналы в общество, в первую очередь потому, что реставрируя, а нет никаких сомнений, что именно Александр был душой и мозгом коалиции, победившей Наполеона, так вот, реставрируя на французском престоле династию бурбонов, Александр Первый настаивает на том, что во Франции должна сохраниться конституция. Потому, что бурбоны, конечно, вынашивали идеи полной реставрации и абсолютийской власти. Но Александр торпедирует эти планы, просто уничтожает их на корню. Это была его принципиальная установка. Второй момент – это дарование конституции царства польского. То есть, Александр собирает польские земли в составе Российской империи, даёт им отдельный статус царства польского и наделяет царство польское конституцией. Причём надо понимать, что в российском обществе была очень серьёзная оппозиция этим его планам, очень серьёзное недовольствие. Александр Первый однажды сказал одному представителю, я, к сожалению, не помню конкретно, у него был друг Адам Черторышский, который некоторое время даже занимал пост министра иностранных дел Российской империи, поляк. Он очень дружил с этим семейством, бывал у них в гостях в Польше. И вот представителям этого семейства он однажды сказал такую яркую фразу афористичную – «У Польши три врага – Россия, Австрия и Пруссия, и один друг – это я». Ну, вот у него были какие-то к полякам такие тёплые чувства, ходили в случае, что он был влюблён во всяком случае в сестру Адама. В результате появилось на карте Европы царство польское, хоть и в составе Российской империи, но, тем не менее, оно серьёзно отличалось по своему государственному устройству от собственной России. Это было конституционное государство внутри империи, конституционное государство. И декабристы, будущие и вообще герои 2012 года, они, конечно, были недовольны этими действиями Александра I. Почему? Да потому что значительная часть поляков выступила на стороне Наполеона, поляки были в Москве и грабили её вместе с французскими войсками, и русскими ветеранами наполеоновских войн поляки воспринимались как враги, которые по результатам войны получили то, чего Россия не получила. Это, естественно, было очень плохо. Кроме того, распространились слухи, что Александр I не просто царство польское создаёт, а собирается ещё и подарить, прирастить, пришить к этому царству польскому те земли, которые были Украины и Белоруссии, да, нынешние, которые были присоединены к России по разделам, населённые православным населением. Вот это очень серьёзно настроило против Александра, об этом князь Трубецкой написал в Петербург, и услышав об этом ранние декабристы, как раз члены Союза спасения, стали говорить о необходимости убить Александра. И Якушкин обнажил свой цареубийственный кинжал именно потому, что он узнал, что происходит такое с его точки зрения предательство русского государства и русского духа. Вопрос в том, мог ли Александр так поступить, в принципе, были ли у него такие идеи, мы этого точно не знаем. Но мы знаем, например, что у Александра был ещё один проект, менее ему любимый, но очень прагматичный – это Великое княжество Финляндское. Великому княжеству Финляндскому Александр, конечно, подарил земли, которые были завоёваны Петром Первым, потому что Петр Первый, как мы знаем, завоевал часть территории, так называемую Старую Финляндию, да, и граница при Петре прошла за выборами. А Александр Первый вот с Барского плеча к Великому княжеству Финляндскому прирастил земли от Выборга до посёлка Белоостров, что потом на много лет вперёд создало серьёзные конфликты, что, в общем, в некоторой степени стало причиной Советско-финской войны уже в 39-40 году, в XX веке. То есть, вот с финном Александр старые, завоёванные тоже кровью русских солдат земли отдал. Мог ли он отдать полякам – ну, большой вопрос. Но по поводу финны всё-таки не воевали против русских войск в составе наполеоновской армии, а поляки воевали, и, конечно, против… ну, и вообще с поляками история от вражды, она была гораздо старше, как Пушкин впоследствии напишет, не раз склонилась под грозою «то их, то наша сторона». Поэтому, конечно, этот старый спор славян между собой всегда очень остро воспринимался в русском обществе, декабристы, будущие декабристы – это члены Союза спасения, они восприняли это болезненно, хотя потом, когда слухи о подарке развеялись, сразу же идея цареубийства ушла. То есть, вот идея цареубийства, которая появилась в 1816-17 годах, она ушла, и она охватывала как раз такую меньшую часть будущих декабристов. Это была именно реакция на известие о том, что Александр что-то собирается подарить. Но, с другой стороны, часть декабристов воспринимала эти действия как некий аванс, что вот Александр во Франции подтверждает свой либеральный настрой, что он в Польше подтверждает свой либеральный настрой, и вообще вот это подготовительные шаги. Сейчас в России начнутся реформы. Но в России ничего этого не происходит, потому что Александр резко меняет свой настрой. Александр... Про него есть одна такая очень яркая фраза, сказанная одним из современников, что он с удовольствием подарил бы свободу всему миру, если бы после этого все добровольно ему подчинились. То есть, Александр действительно был такой... Он на словах был очень либеральный, но его поступки говорили о другом. И параллельно с вот этими дарованиями Конституции Польши и Франции он начинает конструировать Священный Союз. Священный Союз – это коалиция европейских государств, в которую по итогу вошли Австрия, Пруссия и Россия, и которая своей целью как раз поставила борьбу с революциями. То есть, идея Священного Союза заключалась в том, что вот есть легитимные монархи, которые Божьей милостью правят, и эти легитимные монархи могут делать у себя в Отечестве всё, что хотят. Но если они не хотят, то никто не имеет права что-то их заставить делать. То есть, Священный Союз с самых первых своих дней, самых первых шагов отрицал право народов на восстание. А для людей эпохи просвещения и тем более эпохи романтизма право на восстание против тирании уже казалось неотъемлемым. И вот здесь началось серьёзнейшее расхождение. То есть, у Александра реформа – это неплохо, но только по желанию государя и тогда, когда пожелает его императорское величество, и в таком виде, в каком он пожелает. И если оно сейчас не хочет, то не смейте требовать – вы бунтовщики, мятежники, инсургенты, и вы будете растоптаны. И Александр, он, конечно, был душой этого Священного Союза, он сам его сконструировал, и более того, т.е. вот после наполеоновских войн большую часть времени он проводит в Европе на разного рода конгрессов Священного Союза. При этом в России огромную власть приобретает Аракчеев, ближайший, так сказать, сподвижник Александра. Человек удивительный, потому что, на мой взгляд, его основная черта – это как раз преданность и верность. Он действительно был верным Александру и верным его отцу Павлу, у него на гербе было написано «без листья предан». И если бы Александр начал отменять крепостное право, и это вызвало бы какие-то мятежи или заговоры со стороны помещиков, то Александр Андреевич Аракчеев точно так же, с точно таким же усердием эти мятежи помещиков подавлял и эти заговоры разоблачал, с каким он вводил военные поселения. То есть, в принципе, вот он, как мне кажется, он был готов исполнять любую волю монарха, даже если она не соответствовала его личным убеждениям и устремлениям. Насколько я знаю, он не был сторонником военных поселений. Да, он не был сторонником военных поселений, но он их организовывал, потому что царь приказал, он писал проект отмены крепостного права. Для царя это было очень удобно, потому что он остался белым и пушистым. Ну, надо иметь в виду, что Александр ещё был неглупым человеком, и он приближал к себе тех людей, которые могли бы быть благодарны лично ему, людей без связей. Александр Андреевич был, так сказать, человеком, который всецело зависел от Александра I, он был чуждым среди российского дворянства, и даже это нонс возле того времени, мы поговорили в начале о Муравьеве апостоле, апостоле, для которого русский был вторым языком. Александр Андреевич Аракчеев по-французски не говорил вообще. Он был белой вороной для той эпохи. Человек, не говорящий по-французски, но это инвалид, социальный инвалид той эпохи. Другой пример – Спиранский, потому что Спиранский был сыном священника, он был возвышен к вершинам государственного служения, опять же, лично Александром благодаря своим деловым качествам, но в среде старой аристократии он считался выскочкой. Даже фамилии фактически не имел своей. Да, он не имел фактически своей фамилии, поэтому его карьерные успехи, конечно, вызывали зависть и раздражение со стороны, так сказать, разных титулованных старых аристократов. И когда Александр I отправил Спиранского в отставку, точнее не в отставку даже, а в ссылку по подозрению в шпионаже в пользу Франции, это был абсолютный нонсенс, но вот Александр так поступил. Это было перед войной 2012 года, и это был один из сигналов сворачивания этих подготовительных работ, которые вел Спиранский, подготовительных работ к либеральным реформам. Ну и, опять же, Спиранского было легко от себя отодвинуть, потому что он никакими клановыми узами ни с кем был связан. И отодвигая Спиранского, Александр не вступал в конфликт ни с каким аристократическим кланом, с одной стороны. А с другой стороны, он мог рассчитывать на верность Спиранского, потому что Спиранский ни с кем не был связан и не мог проводить чью-то волю. И то же самое Рокчеев. Рокчеев ни с кем, в общем, не был связан, не мог проводить чью-то волю, он был связан лично с императором. И на этой зависимости и строились их отношения, как мне представляется. Ну, хорошо. Мы поговорили про контекст, про подоплеку. Нет, подожди. Здесь надо закончить. Мы же не договорили, потому что от теории, которую формулировал Александр I, он перешел к практике в 20-х годах. И Священный Союз заработал не просто как декларативная организация, он заработал как практическая организация. Тут надо еще рассказать про некую взаимопомощь этого Священного Союза, что если где-то в какой-то стране случаются проблемы... Да, это не просто взаимопомощь Священного Союза, это вообще отдельная программа, которая декларировала право вмешательства стран Священного Союза во внутренние дела другого государства, если там происходит революция. И вот в 20-х годах это стало происходить на практике. То есть, Александр I не просто себя проявил как некий теоретик, он проявил себя как практикующий тиран. Итак, что же происходит в 20-е годы? В 20-е годы начинаются революции в Европе. Происходят революции в Италии, в Немполитанском Королевстве. Происходят революции в Испании. И начинается освободительная борьба Греции против турецкого владычества. Причем для будущих декабристов важнейшую роль здесь играют именно события в Испании. Потому, что там происходит именно военная революция. Марш Риега, заслуженного генерала, ветерана тоже наполеоновских войск против марш на Мадрид, в результате которого военные, поддержанные частью населения, вырывают у короля Фердинанда конституцию и создание парламента. То есть, ликвидируется самодержавная абсолютистская монархия в Испании. И то, что предводителем этого восстания был офицер, ветеран наполеоновских войн, абсолютно накладывалось на самоощущение будущих декабристов. То есть, они в образе Риеги видели себя. Они точно такие же. Молодые, энергичные ветераны наполеоновских войн, которые считали, что они заслужили свободу. Они заслужили свободу в их понимании. А что такое свобода в их понимании? Свобода в их понимании – это, в первую очередь, борьба с тиранией, с абсолютной властью монарха. Они считали, что они заслужили кровью то, чтобы с ними начали считаться. Но вот эти революции, которые происходят в Европе, они окончательно меняют мировоззрение Александра, во многом ещё и потому, что они совпадают с трагическими событиями восстания Семёновского полка в Петербурге, которое произошло по причине прозаической, по причине садийского обращения с солдатами командира полка Фёдора Шварца. Это известная история, в фильме она тоже показана, но она в фильме показана как какой-то случайный эксцесс, в то время как она, а, совпадала с действиями Рокчеева по развертыванию военных поселений, с одной стороны, здесь в России, а с другой стороны с такой заминкой реформ Александра I, а с другой стороны с революциями в Европе, которые Александр I распоряжается подавлять. И надо понимать, что у линии на подавление революции, у такой ультраконсервативной линии у него тоже были сторонники и в России, и в Европе, и главным сторонником такой линии в Европе был австрийский канцлер Клеменс Меттерних, известный дипломат, и вот как раз, когда произошло восстание Семёновского полка, то Александр I находился на конгрессе Священного Союза в Тропау, и так случилось, что именно Меттерних узнал об этом восстании раньше на день, чем приехал гонец из Петербурга, а это был Петр Яковлевич Чадо, знаменитый публицист и философ тоже, тогда ещё офицер. Там тоже история про то, почему он поехал. Мы сейчас уйдём в дебри. Мы не будем её касаться. Да. Но профессионально на его судьбе это потом отразилось очень серьёзно. Отправим... Я бы предложил просто перечитать беседы о русской культуре Юрия Михайловича Лотмана, где эта история в том числе и разложена, как это трактовалось самим Чуячи Адаевым, как его миссия понималась и так далее. И Александр Первый имеет с Меттернихом диалог на это, и Меттерних создаёт ощущение, что вот щупальца революции добрались и до Петербурга, это не случайность какая-то, это результат всемирного заговора революционного против монархов. И Александр Первый, ну вот здесь историки спорят, то ли он поддался доводам об аэнию Меттерниха, то ли он сам был уже убеждён в этом, и в результате Священный Союз начинает практическую деятельность, т.е. австрийские войска подавляют революцию в Италии, французские войска по просьбе Фердинанда как легитимного монарха восстанавливают законный порядок в Испании, кроме того Александра отказывается поддерживать восстание в Греции, одним из лидеров которого, кстати, становится Иоанн Каподистрия, бывший один из двух управляющих Министерства иностранных дел Российской империи. У нас памятник стоит ему возле БКЗ Октябрьский. Да, да, я некоторым образом был причастен к идее установки этого памятника в своё время. Короче говоря, да, и надо понимать, что вот огромная часть прогрессивного дворянства, и не только в России, но и по всей Европе сочувствуют этим освободительным движениям. И Байрон. Да, и самым ярким примером этого является именно то, что Джордж Гордон Байрон, который самый главный вообще романтический поэт Европы в этот момент, произведением которого бредит... Суперстар. Бредит вся интеллигенция, он отправляется воевать за греков против османского иго, против османского владычества. И там же и заканчивает свой путь, да, это потрясающая романтическая биография. И вот смотрите, какие примеры, да, что делают главные люди этой эпохи, да, те, кем бредит вся интеллигенция и всё прогрессивное дворянство Европы. Байрон сражается за свободу, Риего вырывает у тирана свободу, тут же актуализируются старые герои, да, герои, которые могут быть прочитаны в этом культурном коде вроде Брута. И всё это, конечно, воспламеняет молодых русских дворян, которые не могут мириться с окружающей их российской действительностью. Надо сказать, что до того момента, когда Александр I окончательно себя не маркировал как тиран с их точки зрения, ведь у декабристов, будущих декабристов, да, в истории тайных общества российских был довольно такой умеренный период. Союз спасения распался, и ему на смену пришла организация под названием Союз благоденствия. И Союз благоденствия ставил своей целью не убить императора, не осуществить государственный переворот. Союз благоденствия ставил своей целью помочь императору, который трактовался как союзник в рамках этой организации, помочь императору осуществить благотворные для России реформы. Но после того, как император себя заявил как откровенный тиран в тех понятиях, то, конечно, ни о какой помощи этому тирану речь уже не шло. Поэтому Союз благоденствия распадается, да, он ликвидирует все. Вот возникает уже общество, которое впоследствии будет в документах следствия названо Северное и Южное, которые ставят своей целью уже подготовку государственного переворота. Но вот, к сожалению, в фильме всей вот этой предыстории образов Риега или Байрона и подавления революций, и военных поселений, и, кстати, ещё вот важный момент крепостного права, мы не видим, о них упоминаются только в титрах. Но понятно, что кино на то и кино, для того чтобы не пересказывать ключевые мотивации героев текстом, это отдельный вид искусства, и поэтому, наверное, надо было бы что-то такое показать, что вот во всяком случае в фильме «Звезда пленительного счастья» показано, да, потому что там есть блестятельный образ Анненкова в исполнении Игоря Костолевского, там можно вообще было бы ничего про крепостное право не рассказать, просто там есть момент, как слуга, который его боготворит, который его воспитывал, так он его бьёт, да даёт ему, извиняюсь за грубое слово, поджопни. Да, вот этого достаточно, или там матушка его живёт, ты помнишь фильм, да? Да, да. Да, там матушка, богатая барыня, и вокруг неё там постоянные какие-то прихлебасели бегают, и Михаил Кокшонов читает романтические романы, разодетый. Это очень смешно выглядит, и с другой стороны трагично. Просто на углу Кузнецкого и Петровки, там, где сейчас стоит новомодное здание, внесённое в десятку самых уродливых зданий столицы, там раньше стоял как раз Боманенково, поэтому я каждый раз когда там хожу, и там же, собственно, он с этой Полиной Гёбель на Кузнецком мосту и познакомился. Значит, крепостное право, почему оно важно, т.е. сейчас уходит огромное количество спекуляций над тем, что декабристы не освободили крестьян, никто из декабристов, за исключением Якушкина Ивана Адмитриевича и Лунина, не освободили своих крестьян, и отсюда и возникают теории, что они не хотели крепостное право, на народ им было наплевать. Но это, опять же, непонимание принципа историзма, т.е. если вкратце, то этот момент просто надо пояснить. Значит, крепостное право всеми декабристами воспринималось как абсолютное зло – у крепостного права было несколько личин. Абсолютная личина, т.е. то, что не принимали все декабристы и то, против чего, в общем, они резко протестовали, в т.ч. и в печати, и в литературе, и то, что обличал Пушкин, будучи близким к декабристам идейно – это издевательство над человеческой природой, владение, т.е. то, что один человек владеет другим человеком – это было абсолютно неприемлемо. То, что существуют крепостные гаремы – они существовали, что крестьян убивают, могут запороть на конюшне, травить собаками, т.е. относится к ним как к рабам – вот это было абсолютно отрицалось. И в Уставе союза благоденствия было написано, что каждый член общества должен всемирно способствовать уничтожению вот этих позорных явлений. Танянов, по-моему, описывал как раз крепостной гарем дедушки Пушкина. Да. И, например, у Якушкина того же, кстати, очень интересные у него воспоминания, он объясняет, как двигалась его мысль про освобождение крепостного права, там есть, например, такой эпизод. Он начал заниматься просвещением крестьян, брал детей, мальчиков и учил их грамоте. И вот однажды приехал сосед-помещик и увидел, что Якушкин занимается таким занятием. Сосед думал, подумал, а потом сказал – ты молодец, они же дороже стоить будут! Конечно, да. Вот, т.е. Якушкин-то из человеколюбивых соображений действовал, а сосед это истрактовал таким образом, что он покупает стоимость и повышает своего товара. Вот этот образ мышления для декабристов был абсолютно неприемлем. Т.е. первое направление, первое, что осознавали декабристы – это то, что крепостные крестьяне – это люди. Потому, что это не собственность, это люди, живые люди. Хорошо. Это был первый результат эпохи просвещения. Теперь дальше. Вопрос сразу же возникнет в комментариях. Ну, хорошо, мы потом его задним тебе. Потому, что если это таково, то почему там тот же самый Пушкин деревню Костеневку тут же продал, чтобы получить приданое для жены и т.д. Сейчас мы будем на эти вопросы отвечать. Потому, что не нужно… Я сразу скажу, что это были люди своего времени. Ну, да. Люди параллельно с идеями о том, что человек не может принадлежать человеку, развивались идеи о незабываемости и частной собственности. Да. И дворянство мыслило таким образом, в основном крупно у которого что-то было, мыслило таким образом, что вот эта земля, она принадлежит им, потому что предки получили эту заслужбу. Не просто так. Кстати, с удивлением узнал, что декларация во время Французской революции принятая, там пункт о частной собственности потом был добавлен отдельно, потому что сначала его не было, но как-то все сполошились и его туда специально вписали. Ну, здесь надо иметь в виду… И вот первоначально у Якушкина возникает идея освободить крестьян без земли, с небольшим, с маленьким наделом, но сохранить в их собственности весь инвентарь, скот там и т.д. Вот. Якушкин-то крестьянам предлагает, а они отказываются. Он говорит, что нет. Кому земля будет принадлежать? Он говорит, ну вот вам чуть-чуть, а… Нет, нет, давай лучше, так сказать, земля наша, а мы твои. Вот так вот. И это приводит Якушкина к мысли уже, что как бы нельзя, вот так, что это не работает. И если мы посмотрим… И именно так и шла мысль декабристов. Т.е. сначала они выступали за освобождение, появляется идея, что человек не может принадлежать человеку, это вообще противно человеческой природе, это дикость. Потом возникает понимание, что невозможно освободить крестьян без земли, и если мы смотрим на уже документы, которые появились, программные документы, т.е. Конституция Муравьева и «Русская правда» пестреля, то Конституция Муравьева уже предусматривает выделение более крупных наделов для крестьян, а «Русская правда» там вообще мощнейший передел, т.е. мощнейший передел земли, т.е. если крестьяне до отмены крепостного права, на момент начала 20-х годов обрабатывали одну треть пахотных земель, т.е. им принадлежала одна треть, а остальное… А помещичьих земель? Нет, смотри, они обрабатывали одну треть и одну треть на барщине, то сейчас пестрель предлагал половину земель оставить помещикам, а половину передать крестьянам, т.е. земельный фонд в пользовании крестьян увеличился бы по результатам и резко по результатам «Русской правды», и проблемы скорее были бы не с крестьянами, а с помещиками. Хотя, может быть, и с теми, и с другими, потому что крестьяне наверное хотели бы всего. И реформа Пестеля, земельная реформа Пестеля, т.к. она прописана в «Русской правде», она была достаточно радикальной, очень радикальной. Здесь надо, опять же, сказать то, с чего я начал, т.е. всё-таки крупных землевладельцев среди декабристов было не так много – это Волконский, это Трубецкой, это братья Тургеневы, это Якушкин, но в первую очередь надо отметить, что все эти люди в своих владениях ликвидировали те позорные явления, которые ассоциировались с крепостным правом. Т.е. Онегин, который там у Пушкина приходит к декабристам в конце, он тоже не отменяет крепостное право, но оброком лёгким заменил, барщина он заменяет лёгким оброком и таким образом облегчает резко судьбу своих крестьян. И это воспринимается как первый шаг к отмене крепостного права. Это первое. Второе – они далеко не все даже из этих крупных землевладельцев и владельцев крестьян, они владели ими единолично, они владели ими в составе своей семьи. Некоторые вообще не владели, владели их родителями. Но была очень большая категория людей среди декабристов, которые вообще не владели никакими крестьянами. Номер Леев абсолютно изобеднённый, ну, Леев – один из пяти казнённых декабристов, да, человек, который фактически в галматором восстании на Сенатской, у него не было никаких крестьян, деревень, ничего, он был из бедной семьи, он жил только службой, жил своим собственным трудом. Как военный он не очень себя проявил, он был в заграничных походах, но в боях он не участвовал, и орденов, и чинов не добыл. Зато он был, по-нашему говоря, неплохим менеджером. Менеджером он был очень хороший, но этого он добился благодаря службе своей и покровительству. Ну, в первую очередь, благодаря деловому качествам и службе, во-вторых, благодаря покровительству определённых лиц, о чём можно было бы поподробнее сказать. Но не благодаря происхождению и состоянию, вот что я хочу сказать. Каховский – тоже ещё один казин на декабре, то же самое. Барон Штенгель – то же самое. И таких людей очень много, куда не копни, а Боленский – то же самое. Боленский – настоящий диктор, друбецкой не состоявшийся диктатор, а Боленский – состоявшийся диктатор, то же самое. Вот это всё ушло куда-то на задний план, и в связи с этим совершенно непонятно, что вот эти люди, чего вот эти люди хотели. Красивую картинку, однозначно, они хотели в соответствии всей форме, всей формы антуража, действительности, чтобы каждая пуговичка была на своём месте. Ну, это я просто знаю исключительно из вот той экскурсии, которую я водил Максимову в своё время, потому что его, конечно, интересовали подробности именно такого плана. Ну, вот недавно наш друг Баир Ильинчеев вывесил пост очень интересный про фильм «Горячий снег». Там танки другие, форма другая, а фильм крутой, понимаешь, как и роман, само собой понятно, да, отличный Юрия Бондарева, дай бог ему здоровья, остался последний из писателей наших выдающихся фронтовиков живых. Вот в фильме как бы много не так с точки зрения людей, которых называют заклёпочниками, реконструкторами, но всё-таки это хорошо, когда есть вот такое соответствие, а всё-таки кино – это немного другое. Ну, это тем более, что большинство-то людей – они не реконструкторы, они понятия не имеют… Ну вот, понимаешь, я всегда, когда я слышу разговор на эту тему, я всегда вспоминаю творчество Фёдора Михайловича Достоевского, вот если подходить к Достоевскому так буквоецки, как, например, подходил к нему Владимир Владимирович Набоков, то можно спокойно литературовическим анализом доказать, что все романы Достоевского – это страшная графомания, персонажи исчезают по ходу пьесы, которые появились, потом вдруг исчезают. Ну, там есть объяснения, в каких условиях он написал и… Так нет, объяснения никого не волнуют – это великий роман или невеликий. Они требуют определённой редактуры, но кто же возьмётся. Но, тем не менее, в этих произведениях есть какая-то фантастическая магия, искусство, которое заставляет закрывать глаза на все эти неровности, потому что есть что-то, что значительно выше, да, значительно выше. Это что-то – это глубинное проникновение в человеческую психологию и умение зафиксировать те тончайшие движения души, которые не видны вооруженным глазом, а Достоевский как-то в них проник и зафиксировал. Это уникальный какой-то дар видения человеческой сути. И несмотря на какие-то формальные шероховатости, это великая литература, понимаешь, а есть вот такие хорошие прилизанные тексты, а литература такая невеликая. И вот кино я предлагаю подходить с теми же критериями, потому что... Потому, что кино – это кино. Да, кино – это не документальный фильм, не историческое исследование. Да, и свои жанры существуют. Т.е. если вы снимаете историческое кино, в кино вообще должен быть смысл. Это такая неожиданная мысль. Да, да. А смысл данного фильма, честно говоря, мне остался непонятен. Т.е. такая история не совсем понятна. Личная просьба от меня, потому что мне задают такие вопросы. Какую литературу ты бы порекомендовал почитать о декабризме, о декабристах, обо всём об этом? Натан Эльдельман, особенно вот о Сергее Моравьёве и апостоле книгу «Апостол Сергей», значит, Яков Гордин «Метеж реформаторов» – это, на мой взгляд, лучшая книга именно про восстание на Синанской площади, Оксана Киянская, которая была консультантом этого фильма, и она его защищает в Фейсбуке, много пишет, с большим уважением отношусь к Оксане Ивановне, видно, что часть из того, что нам в фильме показали – это экранизация её работ, но всё-таки, на мой взгляд, это не самая удачная экранизация, и, так сказать, многие вещи, которые можно было бы из её работ взять, они почему-то не были взяли, а вот сама компиляция сюжета, т.е. вроде бы всё, что там показано – это всё правдиво, да, такое было. Точнее, не всё, многое из того, что там показано… Но оно не лепится. Но у меня не сложилось это целостное восприятие, да, там есть один такой момент, который меня покоробил, потому что там есть единственная женщина, играющая важную роль в сюжете, да, не просто статистка, а важную роль в сюжете. Это сестра, её играет супруга Константина Эрнста, Софья Эрнст – это жена… невеста, точнее, Сергея Муравьева апостола, такой девушки не было, её специально выдумали, чтобы создать лавстори с главным героем. И там есть эпизод, где она приезжает к нему перед сражением, когда он уже поднял восстание Черниговского полка, и вот на следующее утро будет сражение. У них длительный разговор, он говорит, что завтра всё изменится, а она ему говорит «я сюда ехала, тебя все любят, меня всюду пропускали, я ехала к тебе, а тебя здесь нет». И она уходит. Вот, т.е. понятно, что то, чем бредит её возлюбленный, это чуждо для него. И вот этот сюжет, он разрушает всё наше представление о жёнах декабристов, потому что декабристские жёны, на самом деле, это не миф той же Оксаны Иваны Киянской, вот в её сборнике «Декабристы», который вышел в серии «Жизаэл», она приводит там очень любопытный отрывок из воспоминаний декабриста Басаргина, где он беседует с женой и говорит, что «а меня могут арестовать, сослать, моя судьба непонятна, ну вот меня могут сослать». А жена ему говорит «ну что с того, если тебя сошлют, я всё равно буду с тобой». Т.е. это не какие-то выдумки советской пропаганды, у меня здесь был специалист по декабристам, который пытался обосновать, что «удовольность» Пушкин не писал, её написали советские литературоведы, что, на мой взгляд, выглядит абсурдом, ну и люди могут погуглить, даже найти головой автограф Пушкина. А это не выдумка, а это реальные свидетельства тех людей. Да, там, допустим, Мария Волконская и Сергей Волконский – это был не очень удачный брак, там по ряду причин, потому что это был классический дворянский брак. А вот, например, брак Сергея Трубецкого и Екатерины Трубецкого – он был очень счастливый, Екатерина Трубецкая по убеждениям и из любви поехала туда, и Полина Гёбли любила Анненького, там можно сколько угодно рассуждать, что она была задержательницей публичного дома и т.д. Это никакого отношения к делу не имеет, потому что и Мария Магдалина тоже, так сказать, занималась древнейшей профессией, но это никак не бросает тени на Христа, который за неё, так сказать, заступился. И, допустим, супруга декабриста Юшневского, который был с Пестолем дружен, тоже отправилась в Сибирь вслед за ним, и это было абсолютно их идейное, исходило из идеи и из чувства. Поэтому вот этого я в фильме не увидел, мне этого не хватило, хотя у Киянской всё это есть. А тут миф не в смысле, что это выдумка, а в смысле того, что вот эта история, она перевернута с ног на голову. Мне это не очень понравилось, ну, вообще не понравилось, так сказать. Спасибо, я сказал. Ну, Идельбан, Гор... Их, в принципе, вообще книжки можно все читать. Киянская. Потом я бы порекомендовал для того, чтобы с другой стороны биографию Николая I Выскочкова, тоже очень интересная работа. И, конечно, Юрий Михайлович Лотман, вот это беседа о русской культуре. И у него есть там статья о декабре с повседневной жизни. Вот это вот такой топ-5 с моей точки зрения. Чудесно. Друзья мои, Google в руки, деньги в них же, пожалуйста, от сайта Alipru до всех вам известных ресурсов. Кто хочет, покупайте поновее, кто хочет, покупайте постарее. У нас грядет мероприятие, там, конечно, будет не столько о декабристах, но... Вообще не о декабристах. Но зато будет масса всего интересного. И, в принципе, я даже не знаю, мы можем уже так предварительно анонсировать наше второе мероприятие? Можем, конечно, да. Очень потрясающая история. Написал мне когда-то в Инстаграм мужик один, говорит, отличные ролики про Нижний Новгород, хотелось бы такое про Иваново. Я говорю, да отлично, вопрос как бы времени и денег. Оказалось, что это мэр города Иваново. В городе Иваново, да. И вот я там сделал раз проект, два проекта, лекцию прочитал. А потом он говорит, а давай фестиваль организуем. Ну, я Егор Николаевич. Без проблем. В Охапку, в Иваново, встретились, поговорили и оба-на. Будет фестиваль и в Иваново тоже, вот конкретно в данный момент, вот прям в данный момент мы решаем по датам, но уже понятно, что это будет конец апреля, возможно, май. Тем не менее. Дорогие друзья, в этом году большой праздник 75-летий победы Великой Отечественной войне, поэтому первый фестиваль у нас будет посвящен мифам, с которыми надо покончить в Москве, фестиваль в Иваново, он будет посвящён победе в Великой Отечественной войне, конечно. Да, от Москвы до Иваново очень близкая и комфортная дорога, город весной будет прекрасен, там есть на что посмотреть, это я уже как человек спецслужб. Город Иваново – это родина Первого Совета. Да, там есть прекрасный музей. Большая историческая база, великолепный музей, очень интересный. Музей, есть музей текстиля. И, в общем, на самом деле, есть на что взглянуть, помимо даже фестиваля. Особое впечатление на меня произвели агитационные ткани. Да, ну я сразу подвёл, я накупил сумочек с этими принтами. Но главное… Да, так вот я к тому, что и ценовая политика там будет, соответственно, т.е. там даже цены на билеты, они будут, естественно, отличаться от московских, поэтому… Ну, надо сказать, что и московские цены мы тоже благодаря… По ряду причин смогли сделать меньше. В этот раз тоже отличается от всех предыдущих фестивалей, т.е. он становится более демократичным. Он и до этого, в принципе, был демократичным. Там была такая некая сегрегация… Это плохое слово, у нас нет никаких сегрегаций. А в этот раз вообще everybody welcome. Значит, скажи, пожалуйста, по поводу даты и места проведения. 21-22 марта концертный зал МПГУ на Вернадском 88. Ждём вас, дорогие друзья, будет очень интересно. Да, значит, ссылку на всё это вы можете найти в описании под этим выпуском. Также вас ждут прекрасные мероприятия от Егора Николаевича Яковлева и весной, и летом. Ссылки тоже можете. Да, да. Он у нас теперь ещё и пешеходный экскурсовод. Прекрасный мероприятие от Павла, и ссылки тоже в описании. Да, вот как раз мы говорили про Польшу и всё такое прочее. Я вот в Париже, например, на острове Сен-Луи показываю осиное гнездо всей вот этой польской истории, где концентрировалась вся польская позиция, потому что Франция с Польшей историей связи, и вот вся русофобия, все вот эти вещи, они происходили вот оттуда. Буду показывать это в конце января 2021 года. Также Вена, Берлин, Нижний Новгород, Питер, Прага – это всё на подходе. Ну, и плюс вас ещё ждут, вот уже, надеюсь, в следующей неделе мы начнём над этим работать, ряд околоисторических, скажем так, релизов... Песен и клипов. Песен и клипов. Некоторые из них будут вот прям огонь-огонь. Вам понравится. Ну, какие мы ещё пока точно не знаем. Вот, соответственно, вся информация там внизу по ссылкам, оставляйте там же комментарии. Увидимся с вами в следующих выпусках. Пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова